В 1948 году Всемирная организация здравоохранения 7 апреля объявила Днём здоровья. И уже с 1950 года ежегодно этот праздник стали отмечать во всём мире. В рамках Дня здоровья в городе Видное состоялся забег от бани до кинотеатра «Искра». В нём приняли участие работники здравоохранения и видновские спортсмены, всего около 100 человек. Акция была направлена на пропаганду здорового образа жизни. Своим примером участники забега хотели показать горожанам, что надо больше заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Гиподинамия, большая загруженность не позволяет людям двигаться. Ну, соответственно, мы напомнили людям, что качество жизни и качество здоровья в их руках. Добежав до кинотеатра «Искра», участников акции уже ждали фитнес-инструкторы, чтобы продолжить отмечать День здоровья. Они предложили всем присутствующим принять участие во флэшмобе. Заиграла зажигательная музыка и инструкторы начали танцевать зумбу. Очень популярный на сегодняшний день вид фитнеса. Классальные эмоции, такой заряд энергии получила. Ну, мне кажется, такие мероприятия было бы резонно проводить почаще. Одними из участников забега и флэшмоба стали игроки видновского мотобольного клуба «Металлург» во главе с президентом клуба Валерием Нефантьевым. По их мнению, дистанция забега коротка, и они надеются, что в следующем году забег будет длиннее. А это, в принципе, даже для группы здоровья это маловато. А мы все-таки считаем себя повыше, чем группа здоровья. Поэтому можно было побежать и подольше. В Ленинском районе большое внимание уделяется развитию спорта. Но, по мнению мотоболистов, необходимо не останавливаться на достигнутом и строить как можно больше маленьких стадионов шаговой доступности, чтобы каждый житель района мог спокойно пойти и позаниматься физкультурой. Юлия Погосян, Константин Брулов, Анастасия Курасовна.